Первый официальный приют для безнадзорных животных открылся в нашем городе не так давно. Содержатся в нем только кошки, поэтому он так и называется – Мурдом. Живет в нем около 80 животных – и взрослых, и совсем еще малышей. У каждой кошки своя история, полная горечи, боли и предательства. Например, недавно в приюте появилось 8 котят. Их подкинули в монастырь в Дивееве. Одна малышка не дожила до съемки. Просто принесли в закрытом пакете, в плетеление. В общем, отказать мы не смогли. Работает в приюте команда волонтеров. Несмотря на то, что у всех есть семьи, работа, каждый находит время для подопечных. Надо не только покормить кошек, убрать их лоток. Много животных на карантине. Им нужно дать лекарства, прокапать глазки, перевязать рану. И опять все по кругу. Волонтеры не жалуются. Им просто некогда сесть и начать сожалеть. Но пополнению в своих рядах были бы рады. Рук всегда не хватает. Помощь волонтеров. То есть это для нас не пустой звук. Как бы руки, санитарные нормы должны соблюдаться в любом случае. То есть животное должно себя, в принципе, более-менее чувствовать как дома. И обстановка должна быть более-менее домашняя. Минимум стресса и также чистота – залог того, что животное будет здорово. Раз в неделю животных осматривает ветеринар, выписывает назначение. Потенциальному хозяину кошек отдают вместе свет паспорта. Волонтеры рассказывают обо всех перенесенных болезнях и возможном носительстве инфекции. А затем консультируют по всем вопросам. Бездомных животных в нашем городе много. И ни один приют не решит эту проблему, пока люди не поймут, что надо стерилизовать своих собак и кошек. И хотя в последнее время, как отмечает Ксения, ответственных хозяев стало больше, предрассудки насчет стерилизации еще остаются. Одна кошка, в принципе, за год может наплодить, ну, словно, 15 котят минимум. Вот. И если вовремя стерилизовать свое животное, можно всего этого избежать. И то есть мы достаточно пытаемся доступно, в легкой форме объяснить людям, что нужно обязательно стерилизовать животное. Это как минимум прибавит ему годы жизни. Всемирный день доброты, который в мире отмечают 13 ноября, призван вдохновить людей на совершение добрых поступков. Например, можно помочь обитателям Мурдома. Приюту нужны и корма, и лекарства. Передать помощь можно на железнодорожную 9, строение 7, предварительно договорившись с волонтерами по телефону 8908-762-09-51 и 3-79-51. Екатерина Пенова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.